Всем привет! В студии я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для тебя самые интересные новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске вы увидите. Казанский федеральный университет находит подходы к иностранным студентам. Несмотря на культурные и языковые различия, обучающиеся из-за рубежа продолжают получать образование. Как университет обучает иностранцев – в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете обучается более 7000 иностранных студентов из 94 стран мира. В первые годы обучения часть иностранцев отчисляется по причине неуспеваемости. Можно предположить, что одной из проблем является обучение на чужом языке. В Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ для иностранных студентов обучение проходит на английском языке, который изучается в школе в их странах. Однако студенты все равно учат русский. Он преподается и в рамках обычного обучения, и на подготовительном факультете КФУ. На нем иностранцы подготавливаются для обучения в университете в течение года. В Институте фундаментальной медицины и биологии учатся 222 иностранных студента на английском языке. Обучение проходит по двум направлениям – лечебное дело и стоматология. Иностранные студенты отмечают, что выбрали Казанский федеральный университет не случайно. Я выбираю Россию, потому что, первое, Россия – настоящая другая другая Ирана. И, кроме того, Казанский фундаментальная университет – это высокий университет в мире. КФУ пытается держать тебя на ногах, они имеют лучшие фасады для медицины, и они делают ленинг немного легче. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Финалистками пятого национального конкурса таланта «Краса студенчества России-2018» стали 12 девушек. Позади бессонные ночи, репетиции и переживания. Кто же из конкурсантов стал обладательницей главного титула? Узнавала наш корреспондент Анна Глазунова. КАЗАНСКОГО Университет В финале участницы показывали творческие номера, дефилировали в вечерних нарядах, а также соревновались в интеллектуальном поединке. Вопросы были из категории спорта, истории, музыки, кино и знаменитостей. Зрители всегда видят итоговый вариант – красочные костюмы, улыбки девушек и яркие номера. Но попадая за кулисы, наблюдаешь, какая суета царит за сценой. Участницы бегают в поисках платья для финального выхода, повторяют движения и делают завершающие штрихи макияжа. Это самые яркие, несомненно, незабываемые эмоции. Благодаря девочкам, конкурсанткам, благодаря организаторам, благодаря волонтерам, благодаря жюри. Самое сложное, наверное, было ходить на каблуках в таком большом количестве, особенно в них бегать. До церемонии награждения остаются считанные минуты. Девушек одолевает волнение и в то же время радость. Позади бессонные ночи и ежедневные репетиции. И вот финалистки на сцене. Обладательницей титула «Краса студенчества России» 2018 стала студентка Пензенского государственного университета Алина Зарейник. Корону ее вручила обладательница титула прошлого года Людмила Блиникова. Я очень долго шла к этому титулу. И когда... я не знаю, я не могу сейчас выразить эмоции. Я очень всем благодарна. Особенно моим родителям и моему партнеру, который помогал мне. И когда выходишь на сцену, ты получаешь такие удовольствия. Спасибо. Это интервью никак нельзя назвать испорченным. Ведь в кадр попал актер сериала «Универ» Александр Стекольников. Он же находился в составе жюри на конкурсе. Вице-красой студенчества России 2018 стала представительница Ульяновского государственного педагогического университета имени Ульянова Екатерина Колосовская. А красой студенчества Центрального федерального округа стала Элина Мельникова. Как отмечает девушка, тяжелее всего ей дались такие испытания, как самопрезентации и деловые дебаты. Я химик, я люблю краткое по делу, а не на философские темы. Невероятно сложные два дня конкурсных испытаний с утра до ночи. Было очень тяжело, как морально, так и физически. Работа над финальными творческими номерами, выходами, дефиле. И это уже было все более интересно, захватывающе. Каждая девушка отметила, что этот конкурс и город Казань подарил много ярких положительных эмоций. Анна Глазунова, Ленардо Влитяров, Универ Ньюз. В КФУ открылась экспозиция ботанического отдела зоологического музея Игербария. В экспозиции представлены ископаемые остатки флор Татарстана, России и стран СНГ. Камни с отпечатками листьев, ископаемая древесина, плоды разного геологического возраста и другое. Подробности в сюжете Дианы Шиловой. Ботаническая экспозиция открылась КФУ. В экспозиции уникальные объекты, которые были собраны учеными Казанского федерального университета. У нас очень большая коллекция палеоботанических образцов. Это 20 палеоколлекций. В них в общей сумме 20 тысяч образцов, даже более. Некоторые объекты настолько удивительны. Например, законсервированные заболевания растений или вельвичио-удивительные. Растения, которые отдаленно напоминают привычную нам сосну. Выглядят они совершенно удивительно. Это два крупных листа, широких, а не хвоя там, как мы привыкли, которые растут фактически бесконечно. То есть у него отмирают кончики и нарастает центральная часть. А шишки у него такие очень типичные, похожие на кедровые. Экспозиция проходила в кабинете профессора Баранова, в котором сохранился его стол, коллекция книг и более 150 картин, которые были написаны им во время работы в Казанском университете. Диана Ашилова, Леонард Влесьяров, Универеньюс. ГИБДД предложила привлекать к административной ответственности за езду автомобилистов, находящихся под воздействием ряда лекарственных препаратов. Такие препараты не попадают под определение наркотических средств, но эффект от них не менее опасен. Об этом наш следующий сюжет. Эффект от употребления ряда лекарств следует приравнять к алкогольному и наркотическому опьянению. С такой инициативой выступили в ГИБДД. Какие это лекарства и в Минздраве, и в Госавтоинспекции еще не уточнили. Решение связано с тем, что существует целый ряд препаратов, которые рассеивают внимание и понижают время реакции. О лечебных препаратах, которые могут сделать водителя равнодушным к ситуации на дороге, рассказал доцент химического института КФУ Аркадий Курамшин. Это различного рода успокаивающие, это различного рода противодистаминные, противоаллергические препараты, которые тянут сон. Потому что, в принципе, особенно если речь идет не про город, а, например, про трассы за городом, где скорость большая, то, да, человек, замешкавшись на долю секунды, он, в принципе, может принять неправильное решение, от которого будет зависеть жизнь его, его пассажиров, ну и, собственно говоря, других участников дорожного движения. В аннотации некоторых средств указано, что употреблять транспортом во время курсового приема препаратов не полагается. Полный список новых запрещенных для водителей препаратов разрабатывается сотрудниками МВД совместно с Минздравом. Я считаю, что здесь, по крайней мере, Министерство здравоохранения должно работать вместе с Министерством внутренних дел, чтобы определить какой-то конкретный список препаратов, которые, а, нежелательно, б, действительно запрещено, нужно было бы использовать за рулем. Ну, опять же, люди, которые в здравом уме в твердой памяти, они действительно не будут там пить какие-то успокаивающие, садясь за руль, но при этом нужно понимать, что бывают ситуации разные, и что человек, в принципе, если получил какой-то срочный сигнал, ему нужно двигаться по семейным обстоятельствам, почему-то еще, но его не остановят запрет, он сядет за руль в легком алкогольном опьянении, под какими-то лекарствами, находясь под действием каких-то лекарств, если это будет нужно. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом наш выпуск подходит к концу. С вами была я, Валерия Муратова. Не забывайте смотреть на социальных сетях и не пропускайте свежие выпуски Универ Ньюс. Еще увидимся. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова